Король гламура, любитель страз, перьев и скандалов. Российский пропутинский артист лучезарный Филипп Киркоров в очередной раз приехал в аннексированный Крым. Певец очень любезно обратился к российским военным, которые находились в зале, и, конечно же, поблагодарил их. Я сегодня очень рад поприветствовать тех ребят, которые отстаивали в то время, пока мы били, селились. Они отстаивали нашу страну, нашу родину на боевых позициях. Сегодня они проходят реабилитацию здесь. Я хочу поприветствовать в этом зале России наших солдат. Ребята, если можете встать, пожалуйста, я хочу сказать, что все улетели свои герои. Героями Киркоров называет российских солдат, которые ежедневно убивают мирных украинцев по приказу сумасшедшего диктатора Владимира Путина. Киркоров исключительный дурак, но ему простительно. Дело в том, что в черепе каждого человека есть так называемые резонаторы, то есть пустоты. Пение может несколько увеличить объем этих пустот. Исполнение «Зайка моя» и других шедевров увеличило резонаторы Киркорова парадоксальным образом. Так что Филя не идиот, а просто анатомический феномен. Александр Невзоров. Российский журналист-оппозиционер. Киркоров долгое время упорно продолжал молчать о войне в Украине. На одном из мероприятий журналисты застали его за беседами с поклонниками и решили задать вопрос о так называемой спецоперации. Но Киркоров просто убежал, так никому и не ответив. Но как бы Киркоров не молчал, его поступки говорят за него. Во время той же поездки во временно аннексированный Крым артист не постеснялся и посетил раненых военных в госпитале Феодосии. В день моего концерта я узнал, что здесь на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины. Подвиг которых просто бесценен в сегодняшний день. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившее самого дорогого в жизни. Это жизнь. Это по сути прямо доказывает, что так называемый поп-король всея Руси Филипп Киркоров поддерживает путинскую политику и кровавую войну против украинского народа. Киркоров занял трусливую позицию. В начале войны, когда началось, он не назвал ее войною, он начал что-то лепетать. Я за то, что был мир во всем мире, что всем было хорошо. Такая трусливая позиция. Боится за свою карьеру, боится потерять все, что у него есть. А тут надо занимать жесткую позицию. Киркоров – это яркий представитель российского шоу-бизнеса и действительно любимец миллионов фанов. Только вот кроме своего яркого творчества, он всегда славился вспыльчивостью и скандалами. Вы не качествуете меня фотографии, вы мне надоели. Мне разражает ваша розовая ковчика, ваши сиськи и ваш микрофон. Да мне по***ть напишите. Так же, как и вы. Фейд Киркоров устроил новый скандал королевских масштабов. Жертвой эмоционального певца снова стала женщина. Во время репетиции церемонии «Золотой граммофон» Киркоров избил режиссера Марину Яблокову, причем ногами. Но несмотря на все это, Бедросовичу удалось проникнуть во все сферы шоу-бизнеса. Он и певец, и ведущий, и композитор, и продюсер. Но самое главное – прихвостень Владимира Путина. Есть один президент, Владимир Владимирович. Ну, во-первых, с прошедшим юбилеем. Юбилей – это повод сделать что-то важное. Сколько, сколько сделали вы для всех нас, для страны, не поддается даже пониманию. Да, это совсем не поддается логике. Как вы, Филипп Бедросович, можете поддерживать политику человека, который пятый месяц ведет кровавую войну на территории независимой Украины? Мария Максакова, оперная певица и бывший депутат Госдумы сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Мария, рада вас видеть. Взаимно добрый день. Здравствуйте, Мария. Спасибо вам, во-первых, за такое прекрасное ожерелье. Видим, ценим, считываем сигналы мгновенно. Мария, вопрос простой будет. Вот Киркоров, поездка в Крым – это про деньги или про какое-то переживание за будущее, а возможно даже уже и идеологию? Что об этом думаете? Смотрите, он действительно некоторое время отмалчивался, но думаю, что вот именно, знаете, его колебания между попыткой защищать, как это назвать, молочного брата Галкина и нападки вот эти, которые были на Симонян с его стороны, а потом у него происходили или в обратной последовательности, я уже сейчас не скажу, значит, попытки отстаивать соломенную вдову Марченко. То есть имеется в виду, когда она, как мне кажется, даже под его непосредственным продюсированием вот эти вот ролики выкладывала, нелепые, с обращениями к разным лидерам государства. Тут я понимала, что он действительно колеблется, но, однако, видите, ему не позволили долго колебаться, и как раз-таки его визит в Крым, концерт и, собственно, посещение госпиталя – это вот это вот абсолютное вранье про якобы совпадение. Вы же понимаете, что ему весь его маршрут простраивала администрация президента, ну, то есть в Москве, и поэтому он прекрасно знал, куда он едет. Могу вам только сказать о том, что небожители, наконец-то, знаете, изображающиеся звезд, наконец-то познакомятся не только сами с качеством великодержавной медицины, но и продемонстрируют вот этими кадрами на весь мир. Я думаю, что в такой палате Филипп Бедросович побывал впервые. Матрас после прожарки все еще сохранял на себе следы 15 предыдущих трупов орков. Ну, реалии таковы, что обшарпанные стены и никакого оборудования – это, наверное, сегодняшний девиз этой вот медицины. Тем более, зачем оборудование, когда для этого есть молитва, правда ведь? У него действительно возникла сложная ситуация, потому что для него уже закрылась Европа и Америка. Понимаете, больше не подъездишь на бродвейские премьеры, больше не съездишь в Милан на шоппинг к Дочи Габбана. Остается колесить по необъятному мордору и давать концерты в Сочи для таких же невыездных, как он, воров в законе и чиновников, грань между которыми, по-моему, стерлась и различается только тем, где у них звезды, у кого на груди, у кого на погонах. Поэтому скажу вам следующее. Как он раньше жил? Это ведь с Комарошьей все, понимаете, бега. Это же не просто вот где основной был заработок Филиппа Киркорова и иже с ним. Они когда-то давно выстраивали в Москве там какие-то большие торжественные залы типа Софисы. Но это уже все вчерашний день. Давным-давно его начали приглашать на выездные мероприятия. Там будь то Монако, Италия, Кипр, я знаю, и так далее. Разнообразные курорты, все это с гигантским размахом. И там вот он вот эти свои с Комарошьей утехи демонстрировал. Причем они часто выезжали даже вдвоем с Басковым, а когда даже втроем, простите меня, с Галкиным. И это был самый дорогой конферанс. Теперь должна вам сказать, что люди, которые их так вот раньше привечали и платили им огромные гонорары за их появление, они ведь у себя среди гостей видят людей абсолютно с противоположной точки зрения. Мало того, есть там и украинцы, и выходцы из Украины, которым абсолютно не хочется видеть вот этих вот путинских скомарохов. И, соответственно, чтобы не портить праздник себе им, эти концерты, эта деятельность у него прекращена. Вы видите, вот мне, когда прислали тему, было написано, что он получает гонорар 80 тысяч. То есть за последние два месяца икея и девальвация очевидны, потому что 20% собственно из этого гонорара уже пропало. Сами понимаете, что это необратимый процесс. И я вам хочу сказать, да, обращать внимание, скромность поведения его, то, что было в вашем сюжете, то, что действительно он не накидывается на женщин в розовых кофточках и не бьет никого, не пинает ногами. Но, вероятно, понимает, что бой с вагнеровцами и кадыровцами, знаете, этот номер пройдет у него разве что на бис, потом еще и бис, еще и бис, правильно? Мария, а можно уточнить, пожалуйста, позвольте уточнить, вот вы, кстати, про Галкина упомянули и Киркорова в контексте их совместных работ, что они стоили, так говорится, вдвое дороже. А как сейчас у них взаимоотношения складываются, если у вас информация, потому что, ну, понятна позиция Галкина, он опровергает полностью позицию Кремля, поддерживает Украину, выступает против войны и ровно противоположным занимается Киркоров. Они не общаются вообще, да? Или они не общаются в публичной плоскости, но, может быть, Киркоров пытался выйти на контакт путем сообщений, ну, как это бывает в этой ситуации? Да, конечно, дружили все эти годы. Вопрос в том, что он и попробовал, собственно, выступить в поддержку Галкина. Если помните, он там раскритиковал поведение Симоньян, сказал, что она хуже базарной бабы, что она себе позволяет, вместо того, чтобы объединять их великий Хоркастан, вместо этого она, значит, стесеет розброд и поляризует общество таким образом, и как же так? Ну, вот я вам говорю, что это все он какое-то время держал, то есть это какая-то попытка, скажем так, баланса с его стороны. Но это все ведь достаточно грустно, потому что он, по большому счету, в западне. То есть теперь вышеловка захлопнулась. У меня, кстати, сказать, вот сочувствия никакого нет. Я скорее сочувствую Галкину, который все-таки нашел в себе мужество, хоть и поздно, но все-таки сделал две выводы. Почему говорю поздно? Я уже, мне кажется, говорила в наших эфирах о том, что я от них ждала. Если помните, после 55-минутной речи ненависти и людоедства путинской, он ведь сказал, что он решил признать бандформирование вот этих Ордло. Хотя после такой длинной преамбулы все думали, что будет что-то пострашнее. Однако войну он не объявил, хотя вот действительно я, когда слушала эту речь, мне казалось, что все к этому идет. Давая возможность, соответственно, людям отреагировать, потому что он же трус. И он бы не стал это делать, если бы на следующий день, а лучше тут же, значит, с утра или как-то через несколько часов, такие люди, как Галкин, как Пугачева, открыто бы осудили эту речь, открыто бы осудили попытку втянуть Россию в войну и так далее. То есть, соответственно, они свой шанс, тот шанс упустили. И не то, чтобы я вам хочу сказать, что я сочувствую, нет. Просто я хочу сказать, что Путин подобное промедление расценивает исключительно как слабость. Потому что не будем забывать его гопническое детство в Ленинградской подворотне. Поэтому про их, как бы вам сказать, направление общее, я вам скажу, что я думаю, вот сейчас все ждем, естественно, еще летом контрнаступление и деоккупацию Херсона. Очень сильно скажется на их настроении. Плюс еще, посчитайте, к тому в сентябре. Как ни странно, это такие вещи, которые, как ни странно, вот имеют какое-то вот значение. Вот у них исчезнет дорогой и вообще какой бы то ни было приличный алкоголь с прилавком. То есть топить, допустим, вот эту свою горе Киркорову придется, я уж не знаю, в каком дерьме. Наверное, артист впадет, понимаете ли, в депрессию. И в этом контексте, там, не знаю, исконного боярышника и всего прочего, у него, наверное, сейчас мысли только о том, что его семья находится в сложном положении. Потому что у него же еще есть дети. Но дети благополучно родились в Америке. И, соответственно, благодаря этому имеют по праву почвы американское гражданство. Я сомневаюсь, что он хочет своим детям будущего в Гитлер-Югенде, молодой какой-нибудь гвардии. И в дальнейшем, чтобы они, там, я не знаю, приняли участие в боевых действиях, поступили в вооруженного или в какой-нибудь там Пригожинский ЧВК. Мне вот кажется, что он, в принципе, по своей сути, понимаете как, сделал неверный выбор не сейчас. Он сделал его раньше. Он заложник своих предыдущих ошибок, когда все казалось им весело и смешно. Понимаете, я никого из них абсолютно не защищаю по той причине, что на мне демонстрировали в течение шести лет, что бывает с такими, которые осудят хоть что-нибудь. И они, один из них, на мою защиту не встал. Более того, мне даже кажется, что они злорадствовали. Потому что, знаете, мое сытое детство в семье гражданина ФРГ, по советским меркам, богатого просто как царь Кресс, оно давало, знаете, себе знать, как остроумно подметил один мой знакомый, еще не все умерли, ненавидевшие твою бабушку. Поэтому я в данном случае хочу сказать, что да, они подслеповатые. Их там много. Я еще приготовила, кроме Киркорова, который, безусловно, как всегда, все сделал очень ярко и отвратительно в данном случае, я еще вам расскажу про, могу рассказать, если хотите, про Машкова, про Зару, которая пришла непосредственно в отделение военного госпиталя, ожоговое, и там исполнила песню вот этим частично обуглившимся бурятам. Нас ждет огонь смертельный. Мне кажется, что эти обуглившиеся бурята поняли, что они умирают дважды. Первый раз услышав эту песню, а второй раз, когда благодаря усилиям великой державной медицины, наверняка не прирастет 70% поврежденных покровов. Поэтому скатываются они понятно куда. Песня Киркорова и его выступление в качестве инвестора какого-то на петербургском форуме, где он пытается построить торгово-развлекательный комплекс «Звезда» в каком-то селе городского типа под названием Новосаратов Ленинградской области. Ходит, понимаете, там и выступает рядом с талибами. Это же все как бы с одной стороны фарс. Все, конечно, это не может обсуждаться в серьезном контексте. Но при этом пока еще, к сожалению, гибнут люди. Пока еще мы вчера все содрогнулись от того, что произошло в Еленовке. И поэтому, ну что я могу сказать? Только, знаете, дожимать, потому что я вижу, что у них это все уже разваливается. Все, что я вижу и как я могу оценивать Киркорова, зная его довольно хорошо лично. Я вам могу только вот сказать сейчас о нем то, что я считываю с его абсолютно потерянного лица в его бегущих глазах, в его этом новом амплуа. Ему не то чтобы некомфортно, он не настолько глуп, чтобы не понимать отчаянность своего положения. И я думаю, что, понимаете как, у них ведь там большая конкуренция между ним и еще более патриотичными исполнителями. Доносы они писать умеют. Если думать, что это его надолго спасет от каких-то там уже трагических последствий, то не думаю. Поэтому у них там, понимаете, в крысиной бочке есть большие перспективы. Я вам скажу так, когда в России создавалось общество Мемориал, то Сахаров, когда этим занимался, то коммунисты в противовес создали ассоциацию жертв незаконных политических репрессий. То есть этот, как вам сказать, извращение сознания. То есть те вроде как были законные, а это незаконные. То есть понимаете, чем они будут в дальнейшем заниматься? Он, я думаю, уже, как вам сказать, на карандаше у этих доносчиков, потому что у него действительно характер заносчивый и раздражал он многих. Купался он в роскоши продолжительное время. И я вам хочу сказать, что могу ему только посоветовать, проштудировать архипелаг Булаг. И я это вам говорю без всякой иронии. Мария, скажите, как вы думаете, Киркоров и такие люди, как, ну, например, не знаю, Басков, Киркоров, вот кто активно начал поддерживать войну, Газманов, давайте, может, про Киркорова действительно конкретно скажем, он может жалеть о том, что уже все бесповоротно у него обошлось? Возможно, ведь думал просто в первые дни, что действительно спецоперация окажется спецоперацией, а не началом большой войны, как она оказалась на самом деле. Нет, Киркоров понимал, потому что Киркоров был сдержан очень долго и избегал ответов на этот вопрос. И вы верно показали, что он там от журналистов ушел, не стал отвечать. Что касается Баскова, я вот не помню, в нашем эфире я рассказывала или нет, там произошла история, можем повторить, да, есть такой там Рамин, ныне депутат, раньше просто как-то вот он с хорошими связями в Азербайджане, человек, который такие же связи пытался выставить в администрации президента России, и у него это успешно получилось, судя по тому, что он стал депутатом. Ну вот он предложил Коле разместить у себя в Инстаграме некий текст за 200 тысяч долларов. Но опять-таки я вынуждена оговориться, что это мне сказали в виде сплетни, вот поэтому ходите верьте, ходите не верьте, и рассказываю, как рассказали, так пересказываю. Вот, и тот, не глядя, сказал, что размещаете, потому что, наверное, не догадываюсь, я не знаю, ну, Коля, он человек более поверхностный, он мог недооценивать того, что произошло, а вот когда уже это случилось, смелости на то, чтобы опровергать, вступать в настоящий бой с режимом, на это смелости уже точно никакой нету, поэтому Коля пошел по наклонной плоскости, изображает из себя, кстати, очень нелепо. Кобзона перепевает его песни, смотреть на это просто как-то, ну, я не могу сказать, ну, дико совершенно, потому что, ну, вообще, это не его настолько образ, но, понимаете, человек, который все время зарабатывал, в общем-то, не столько пением, сколько конферансом, и тут вдруг эта каменная физиономия, понимаете, с патриотическим угаром, вот эти песни Кобзона, ну, вообще не его образ, но, тем не менее, вот у него такая ситуация сложилась. Киркоров дольше держал вот эту вот попытку круговой обороны, опять-таки, напомню вам про его детей граждан США, про хорошее отношение с семьей Галкиной и Пугачевой, про то, что все-таки отец у него живет, в конце концов, в Болгарии, ну, и вот это все, понимаете, наверное, он где-то думал пропетлять. Я вам говорю, я вот насторожилась, когда увидела его посты в поддержку Марченко, потому что, ну, неужели он не понимает? Конечно, он понимает, кого он пытается поддержать, и я не поверю, что он этим занимался бесплатно. То есть сколько можно еще было маневрировать при падающих гонорарах? Люди, которые хоть сколько-нибудь, понимаете, остались там с представлениями о совести, не позовут ни одного из них ни на какой свой корпоратив, понимаете? То есть их основные заработки, они же были именно за кулицами большой сцены, понимаете, а не на ней. Потому что в шоу-бизнесе, строго говоря, там, концертах и так далее, они же не конкурируют с западными исполнителями, и это является поводом для приглашения их на вот эти вот закрытые вечеринки. Ну, тут важно то, что вы говорите... То есть тут не обладают и не убиваются. Да, что это происходили основные заработки за границей, я так понимаю, да, это какие-то выездные, ну, выездные гастроли на корпоративы. Если они попадут под санкции, да, то это очень важно, чтобы это произошло, чтобы их гонорары действительно сузились до контекста Российской Федерации. Здесь же дело в чем? Эти люди, которые привыкли отмечать все с размахом на широкую ногу, они после того, как Россия занялась самобичеванием и раздавливанием дорогих сыров и вот этого всего, им просто, я так понимаю, стало спокойнее и веселее, а главное, как-то сытнее, что ли, проводить свои мероприятия за границей. Поэтому выбор вот этих средиземноморских курортов, он не случайен, он, в общем-то, вполне логичен. И когда Киркоров и же с ним, я же говорю, там, это же большие концерты, это мероприятия, которые они устраивали себе, эти увеселительные, там же, ну, это целые концертные программы, на этом сделали целые состояния всякие ивент-менеджеры, которые там, понимаете, готовятся к этому, украшаются цветами на миллион долларов и все прочее. Это же, ну, такой вот у них процесс, то есть у них много шальных денег, много разнообразного нала, много вот этого вот сырья, за которое они, к сожалению, все еще получают чуть ли не миллиард долларов в день. Поэтому у них был этот процесс неплохо налажен, и пировали они, эти Сатурнали, я бы сказала, устраивали они с размахом. Вот там Киркоров и получал свои гонорары, но, насколько я знаю, гонорары соответствовали обычно 100 тысячам долларов. Ну, вот видите, пишут теперь 80, о чем я и говорю, что это потому, что он уже не к тем людям ездит, которые могли бы ему давать такие деньги, как раньше. Во-вторых, те люди, которые могли давать эти деньги, тоже, наверное, не все сохранили, ну, как вам сказать, возможность и близость к этой кормушке. И в итоге, ну, вот мы сейчас обсуждаем лично судьбу Киркорова, но их же там таких много. Просто он достаточно яркий, в общем-то, довольно эксцентричный, взбалмошный. Надо сказать, что он трудился при всем при этом, писал какие-хиты там. Более того, он в качестве продюсера выезжал с разными странами, как образовывал эти команды для Евровидения. То есть он пытался интегрироваться в западный мир. Попытки-то были. Другое дело, что теперь, ну, о них, я думаю, он сам понимает, что можно забыть. Ну, трудно сказать, насколько горьким будет его закат. Я вот в этой ситуации, ну, не вижу, как бы, ничего хорошего. Повторюсь про бочку эту с крысами и про те организации, противоборствующие жертвой, значит, незаконных репрессий, жертвой якобы законных репрессий. Вот сейчас они займутся чистыми внутри себя, доносительством и вот всеми этими репрессивными последствиями. Очень интересно, что происходит вот, да, за кулисами этой большой, когда-то очень яркой, дорогой и, казалось бы, бесконечно мощной эстрады. Мария, спасибо вам большое, это было очень интересно. А вы знаете, еще вот, о чем вспомнить. Вы сказали просто про Газманова, я тут вспомнила, что его сына недавно побили в США. Знаете, за что? За то, что отец ему выделил какие-то деньги на открытие магазина, и он не догадался, значит, какое-то лучшее название ему дать, и назвал этот магазин СССР. Там, значит, его, естественно, разбили и сам магазин, ну и он там. И вы понимаете, просто я к чему говорю? Это к тому, что такие, как Родион, они даже, видимо, не понимают, что такого страшного в СССР, что это за такие четыре буквы, за которые его так досталось. И вот такие, как он, они же потом, оказавшись, понимаете, вот в этих вот лагерях, если такое с ними случалось, они же кричали, произошла чудовищная ошибка. Вот к чему я говорю. Да, давайте все исправим. Они в очень себе своем будут кричать. Ну да, да, родители подмахиваются с теми. Да. Ну, в любом случае, по поводу этой информации, она еще проверяется, но если этот случай был, он действительно иллюстрирует то, что вы рассказываете, абсолютно непонимание даже самой причины трагедии и процессов, которые происходят. Ну, я это прочитала в Фейсбуке, но я прочитала это в некотором количестве, значит, этих пабликов. Мне показалось, что это вполне вероятно. А вы думаете, что это не... Нет, нет, смотрите, история вполне имеет место быть, да. Абсолютно. Но она не подтверждена до конца, да. Поэтому будем просто, на всякий случай, себя перестрахуем, чтобы это не выглядело дезинформацией с нашей стороны. Да, вполне возможно. Вам спасибо огромное за ваше мнение, инсайды. Всегда интересно с вами пообщаться. Мария Максакова, оперная певица и бывшая депутата Государственной Думы, была на Фридоме.